всем привет у нас очень жарко уже который день стоит жара ну вот не типичная жара для этого времени вот поэтому могут быть лишние звуки на видео потому что у меня открыто окно поскольку живое невысоко у меня в принципе все слышно что на улице происходит так что пардоньте если лишние звуки получил недавно посылку посылка из города орел от дениса давайте вскроем вместе посмотрим что это мне приехала любопытненько да ну поехали так магнитные дни мой магнит это чё это я так понял просто заполнитель пространства чтобы ничего не громыхало ладно то я уж тут шутки юмора начал придумывать так вот самое главное ради чего мы с мужиками пересылаем друг дружку посылки это сладости катушки там и прочие вкусняшки это как бы сопроводительное а вот шоколадки это самое посмотрим какие тут из города орла шоколадки приехали двойная радость двойная сладость две палочки печенье с карамелью в шоколадной глазури что-то мне эта двойная радость напоминает я про твикс имею ввиду так вкусняшки хорошо вкусняшки мы любим а а теперь настоящие вкусняшки для настоящих мужиков так это на эксперименты люблю ставить эксперименты с магнитными лентами и вот ленты на эксперименты хорошо сейчас буду складывать куда-нибудь что ли вот сюда эксперимент не удался экспериментатор был того так это что это кораблик кораблик с надписью открой открой меня ладно откроем тебя нет ты глянь что это вот как называется я потом ему выскажу все что я о нем думаю приветствую мой дорогой друг спасибо тебе за что ты делаешь для меня ps скромный донат свежак а ну раз донат тогда ладно донаты мы принимаем ладно так и быть прикольно да вот ни с того ни сего донат прилетел кстати если тоже кто-нибудь хочет задонатить ссылочка будет в описании так она и будет называться задонатить донатить не обязательно разумеется только если от души тогда пожалуйста вам мелочь а мне приятно итак у нас здесь магнитная лента 270 метров чего она приехала вечер тут не знаю пока наверно стоит рассказать вам про наши договоренности предварительные у нас уже не первый раз такая история получается что denis мне присылает катушки в основном которые он хотел бы перезаписать где старые записи ему не нужны ему нужно что-то там с другое записывать но он оставляет за мной право я разумеется прослушиваю их прежде чем стирать потому что ну мало ли так вот уже не один раз было такое что родная запись меня устраивало даже представляла мне какой-то серьезный интерес и я оставлял себе эту ленту вместо родной ленты наматывал свою и делал запись для дениса поэтому здесь в основном катушки под перезапись приехали и разумеется может быть что-то я оставлю и себе так патрисия касс патрисия касс интереса для коллекции не представляет а вот послушайте иногда приятно у меня есть во всех там вариантах потряси касс поэтому это точно будет стираться так вроде ничего не написано вообще ничего не написано просто лента так что мой магнитофон эльфа 201-3 будет пахать как пчелка он собственно и так пашет как пчелка интересно тут обнимочка случилось так какая-то затрудняюсь даже вслух сказать вот такая шостакович год как жизнь славич б 37 19 написано б 37 19 дело скоро сшиватель что тут для д на к для меня значит промо жуков и блатняк будем послушать блатняк мутняк и прочий голдатняк ходовой беловит ходовые ходовой сборник скрипуна чуть такой сборник скрипуна муж лента скрипит потом спрошу далее круговорот катушек в природе короче у нас ребята происходит такое хобби так тут ничего не написано неизвестно папа за секрет сервис эти футляры блин не люблю вообще такие так никакой сопроводительной информации мегахитс 95 для д на ясно так что за мушкетерская музыка какая-то муж непонятно какая короче мушкетерская ничего не понятно здесь не подписано какой футляр интересный да может это грузинский какой-нибудь хотя это наверно вручную разрисовано сейчас я вот приглядываюсь любопытно камуфляж и твентифосевен а на самом деле что на самом деле бог его знает что амбер лента размоталась сейчас замотаем так пицца бойс сборник secret dance 87 вот сборник вот этот может быть интересный если здесь на самом деле то самое проверим так понятно deep purple там всякий здесь я думаю уже дает давно уже много лет как не deep purple не подписано не знаю что ой задел черкассы кабардинка 80 айзенман парк дружбы 76 а возможно это футляр от киноленты здесь написано разенбам черный кофе продолжам смотрите какой шикарный футляр сколько видов он повидал сколько стран сколько рук его держала в руках в общем очень жизненный футляр так но внутри катушка без опознавательных надписей значит будем опознавать прослушивание что тут записано ну футляр конечно просто шикарный еще один тоже видавшие виды сектор газа элис купер подразмокана маленько так этот футляр у нас кочует между орлом и челябинском уже не первый раз я его даже уже стал узнавать это у нас такой транзитный футляр в него как правило закладывается какая-нибудь каждый раз другая лента ничего не написано не знаю далее за best of 89 этого диска 13 за best of этого диска 89 13 выпуск ну древняя какая катушка лента посвежее чем катушка так а здесь у нас что здесь у нас дело очередная лента не подписанная так моно вебер волшебный стрелок да по-моему этот футляр тоже уже у меня бывал ездил обратно в орел теперь опять вернулся в челябинск и внутри вот здесь лента лежит вот такая хорошо две катушки еще осталось хачатурян варенье и мазурка еще один рулончик блин магнитные ленты немножко размоталась так шостакович ну в общем понятно поскольку она все планируется на перезапись уже как бы для него то уже не важно что на них записано то я же любопытный же я же не могу стереть ленту не поняв что на ней записано это мой так сказать бзик так ну смотрим дальше что тут еще у нас тут прилично смотрите аудиокассеты еще что то и еще что то но наверное вот с этого начнем раз она в руках у меня оказалось почему это отдельно от всего остального вы гляньте вот такой вот диктофончик сейчас наведу четкость ясность опа слушайте прикольные да вот эти вот микрокассетки первый раз по моему я в руках держу такие маленькие такие нежненькие но это не по моему это не мне подарок это что-нибудь надо попробовать с ним сделать от профилактировать если я правильно помню наш разговор ну не знаю я смогу ли я чем-то быть полезен посмотрим что это за кассета пока не обозначена буду интересоваться так а вот этот экземпляр я помню мы обсуждали он рабочий но ему тоже требуется какая-то музыкальный город какая-то профилактика чтобы все там было бодренько ну вот с таким плеером у меня справится как мне кажется шансов больше что то не закрывается потом разберусь что то не закрывается хорошие вот эти плееры надежные у меня у самого в те времена был ну не точно такой же но похожий работал безотказно и звук прекрасный в общем вот эта серия плееров конечно классные ну как-нибудь мы договорились что это фиг знает когда но я залезу попробую взбодрить этот девайс ладно так ну и тут у нас кучка вернее две кучки аудиокассет так это 90 минутки подписано а то шо а это 60 минутки вот тоже подписано значит о чем здесь аудиокассеты есть вот у моего товарища такая цель задача записать на кассеты известный сборник серийный известный серийный сборник он хочет чтобы у него было все как бы по фэн-шую сборник был на кассетах слушать хочется кассет вот такое хобби понимаете вот и для этой цели преимущественно для этой цели приехали кассеты ну раз уж они приехали давайте мы их и разглядим ну поехали так конька такую уже многократно видели это я ему отправлял вернулась под запись и это по-моему тоже так ну мы заострим внимание если попадется что-то любопытное пока не попадается пока любой человек кто плотно занимается кассетами в этих кассетах в общем-то все узнает кто-то все про них знает что тут за наклеечка что тут за наклеечка балл-рог доктор Ватсон так вот хороший да экземплярчик весьма весьма наутилус помпилиус никому не кабельность так Sony LG Иоганн Себастьян Тарабах Барабах это что такое ТДК Ферик русский сборник так этот бас тоже все знают прекрасные кассеты так коники поники вот эти две тоже сразу мимо интереса интереса визуального они нам не представляют и это тоже в общем чисто кассеты для эксплуатации ничего в них особенного не замечается Delta 2000 помню кто-то такие кассеты иногда проходят попадаются часто в студийках в тиражных кассетах о Михаил Боярский это что такое Hitachi Position Normal сборник какой-то сборник может какие-то и послушаю перед тем как стирать а это и вообще зуб выбили хорошие эти кассетки да так 90 минутки мы с вами посмотрели быстро теперь очередь за 60 минутками так освободил из плена кассеты и сразу интересный экземпляр вот в который раз убеждаюсь что даже в куче в большой куче чего-нибудь неинтересного обязательно найдется что-нибудь любопытное вот это вот кассета на мой взгляд редкая интересная National 60 EN japon да послушали как брякает так сейчас кошку надо выпустить иди ну а мы продолжаем экзекуцию музыкальный музыкальный ринг так и наверно вот сюда резкость наведу чтобы она нам уже не менялась так это у нас не пара бог тебя выдумал взгляните в их глаза задумчивые что у них в головах что у них в головах творится женское счастье так это не наш понятно понятно вот так коника стала м кашкой восьмой версии потихонечку помаленечку что-то там было записано ты назови его как меня лучший парень песенка номер два да ты назови его как меня ты что дебил что ли не так не называй так тут что-то кассета произведена по лицензии все права соблюдены это хорошо хорошо когда все права соблюждаются вояж 5 каролина аллегрова диана петлюра руки вершин хайлинда нэнсин она филоненко блатной хит 14 вот эти вот кстати по-моему ростовские кассеты вот такие цветные хорошие кассеты я имею ввиду сами корпуса механизмы сколько через мои руки проходили удачные так игр крутой чем тут еще нас порадует кайметов 95 агутин 95 что это вот они добавляют 95 95 кому-то добавляют кому-то нет о чем это вообще это кстати довольно ранняя кассета когда только пошли студийки это начало 90-х вот такие вот можно было купить потом они совсем из продажи исчезли то есть это вот в некотором роде коллекционная редкость кармаран так 95 ронис рекордс стал любопытным а все понятно готовим к выпуску да это то что у них планировалось на выход а тут вообще была любовь успенская люба-любонька целую тебя выгубоньки понятно так высшая лига ну конечно тут у нас и киркоров и распутина и кто тут еще чай вдвоем высшая лига не иначе опять вот эта цветная прикольненькие они такие все таки цвет такой не частый да прикольно так звездный дождь дождь да не добавить не убавить ну это ронис классический осень 93 сладкий сон 93 студийка ну в некотором роде да тиражка или как ее можно назвать ну вы поняли о сташневский 21 в общем тоже тиражка ну что все денег там больше нету случайно сейчас поищем нету ну ладно ладно шучу вы конечно поняли весь мой юмор надеюсь никто не обиделся вот такая вот посылочка из орла вместе с кассетами и катушками приехала будем разгребать потихонечку записывать это вообще мое самое любимое занятие в магнитофоном хобби все благодарю вас за внимание и до новых встреч на канале пока всем добрейшее время несут их хорошие люди а у меня еще не первый день когда я рискнул после больницы сходить на дальняк что называется до почты дойти и получить три посылочки одна из них это родной паспорт инструкция соответственно точмашевской электроники 302-1 примечательна она кстати еще тем что она 15 апреля 1988 года в апреле кстати говоря у меня есть точмашевская экспортная электроника а 15 апреля день рождения двух для меня известных людей первая алла борисовна пугачёва известная для всех как бы это уже вторичная а это 15 апреля день рождения моего лучшего школьного друга собственно юрика вот который будет скоро день рождения ну соответственно да это стандартная 302-1 со всеми делами и так далее вторая посылочка это есовская сонька четвертого типа металл позишен 86 год немыслимо дорогая куплена за немыслимо дешево по моим меркам но к сожалению без родного вкладыша потому что коробочка здесь соньковская уже современная это понятно но то что к сожалению вкладыш родного нет 90-минутный у меня такой кстати не было есовский никогда классная вещь вот а третья посылочка это вот обложка на паспорт новенькая практически мы советские сюда свой сейчас воткнул очень даже хорошо здесь он уместился между прочим почему бы и нет я собственно советском союзе родился даже успел там школу пойти как говорится единственное на момент получения паспорта уже была российская федерация но хотя бы я там жил очень даже счастливое детство было как говорится вот так что-то приглянулось просто эта обложка заодно была вместе с этой кассеткой я когда обложку видел думаю нифига класс почему бы и нет состояние просто обалденно у меня по идее две есть от моих покойных так скажем вот родственников может быть даже три есть где-то но они какие-то замусленные это прям такая свеженькая очень даже нигтево вот такие вот микро пополняшечки прибыли в мой дом всем хорошего вечера хорошие люди